друзья всем огромный привет очередная серия про дачу я уже в принципе целый день работы вот кое-какие тела делал но не снимал хотел максимально сделать тем более я такое дело показывал это отделка грядок плиткой оконечный результат я покажу сейчас вот такую штуку сделал щебенкой чтобы здесь начать мешал между грядками идет плитка опять идет 5 7 а еще сегодня боролся с одуванчиками выкосил весь участок газонокосилкой вот сейчас покажу как было и как стало то есть разница ощутимая и теперь вполне себе приятный такой дикий газон выглядит неплохо ну а мы сейчас с вами займемся старым туалетом который настало время разбирать крышу как я помните уже перенес на новый то-то куча кстати вот с одного раза весь участок и когда скосил траву такая огромная трава я уже не стал и в ту компостную яму потому что здесь будет новая компостная яма соответственно сюда закидаю а доски эти хорошие они мне пригодятся для дровняка они достаточно толстые и одним новым помощником я и буду строгать о нем обязательно расскажу что ж погнали сейчас будем разбирать старый древний туалет а 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 все друзья старый туалет разобран вот так это все выглядит и сейчас прямо так вот оградить вот так и вот так и вот такая компостная яма и оттуда сверху то что свежая на низ пойдет и будет гнить здесь все как-то вот так что же сейчас вот эту переставил потому что ну чтобы хватило друзья и сейчас надо будет приварить а в этом мне как раз поможет мой помощник вот этот сварочный аппарат фоксвелд у на м м м и 160 син это самый такой слабый по мощности из этой линейки есть еще 200 по моему и 260 если не ошибаюсь или 220 260 в общем короче есть мощнее про него я снимал отдельный обзор а так вкратце могу рассказать что интеллектуальная настройка выбираешь толщину железа и все подбирается мощность какой электрод нужен в общем сейчас с вами сварим вот так вот так Ну что ж, теперь настало время разбирать компостную яму. Сверху лежало очень много сухих веток, и я решил их отвезти на мусорку. Главное, чтобы по дороге это все не рассыпалось. Да уж, однако. Тихонько езжай. Продолжение следует. Ну а под сухими ветками был отличный компост, который мы засыпали в грядки. Во время раскапывания компостной ямы находилось очень много разного барахла. Множество пакетов, каких-то игрушек и даже косметика. Даже вот такие находки, друзья. Лак для ног сей, губная помада. Все сюда кидали. Но вот эта раковина-моллюска была самой интересной находкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что ж, все. Работа практически сделана. Сейчас еще вот тут немножко убрать. И по сути уже будет все отлично. Это радует. Такое дело сделал. Одно из главных, которые мы когда сюда заехали, хотел я сделать давно еще в прошлом году. Ну вот только что сделали его в этом году. Соответственно, сюда встанет дровник. Потом это все перекочует в дровник. И все. Друзья, немного передохнул. И сейчас хочу установить интернет. Купил комплектом. Называется РЭМА. Антенна, которая усиливается. И тут внутри уже идет на Озоне покупал модем. Посмотрим, будет действовать или нет. Потому как интернет плоховато работает, особенно в сезон. Зимой здесь достаточно хороший интернет был. Проверим, посмотрим. Будет ли усиление реальное. Заодно вам покажу, расскажу. Идет вот такой кронштейн. Его как раз закрепим. И сейчас саму антенну покажу. Ну и сама антенна вот так вот выглядит. Квадратная штука. Посмотрим с вами. Кто-то, кстати, спрашивал, облупился ли дом от резиновой краски. Дом не облупился. Но в стыках, где вагонка идет, стыкуется одна от расширений дерева, наверное. Когда влажность набирала, потом высыхала. Есть отслоение. Но и по нормальной, если красить, то нужно сначала красить вагонку, потом уже ее делаешь, монтируешь. Поэтому результат более чем достойный получился. Сейчас буду провода туда, знаете, заносить. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так. просверлил с чердака в принципе угадал нормально сейчас посмотрим тут два входа в которые надо засунуть провода по-моему если не ошибаюсь то без разницы какие что засовываешь давайте посмотрим скорость еще нормально вечером когда все заходят домой уже скорость еще меньше бывает вот где-то 3 мегабит в секунду 3,5 мегабит в секунду на получение и на отдачу полтора мегабит то есть это очень мало сейчас проверим с вами что будет что же друзья зашел я в настройки роутера и сейчас мы с вами посмотрим подробную информацию она очень важна по той причине что как раз на нее нужно ориентироваться как вы видите тут есть параметр мощность сигнала минус 95 децибел и надо минус 90 надо сейчас попробовать постараться его улучшить то есть чтобы был например минус 70 или минус 60 максимально возможно для этого нужно опять лезть и крутить антенну чем мы сейчас с вами займемся все друзья добился максимального качества у меня получилось достичь 89 и вот второй показатель как вы видите вот этот вот си н.р. синер так называемый он должен быть тоже максимально чем выше тем лучше тот именно качество отвечает и давайте сейчас с вами что сделаем конечно протестируем заходим спид тест и погнали смотрим ну и вы видите скорость прилично так больше в два раза то точно значит дело сделано не зря и сейчас на отдачу посмотрим вот уже такие неплохо вообще там было полтора же у меня по моему а тут аж восемь с половиной мегабит это прям меня радует результат сполна поэтому ссылку оставлю в описании кому понадобится именно для дачи такой я думаю аксессуар очень нужен ссылка будет в описании покупал его на озон ну что ж настало время ужина сегодня в казане с вами за вас трячим мясо с картошкой с луком с морковкой такой жаркое с дымком будет крутяк и 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 Утром мне нужно было сделать еще одно дело. Я установил вытяжку в дачный туалет. Все, трубу прикрепил. Теперь запаха не будет в туалете. Еще хотели рассказать о светильнике, который я поставил в туалет. Ссылку оставлю в описании под видео. В общем, этот светильник можно как совместно, уличный, использовать. Просто освещать, подсветку делать, которая у меня на домике висят. А можно разделить. Именно такая модель. И получается, солнечная батарея висит снаружи. Идет провод, а свет сам непосредственно получается в домике. Но мы его отключаем, когда уезжаем и включаем, когда приезжаем. Поэтому, я думаю, его хватит надолго. Ну что ж, друзья. На этом я с вами попрощаюсь. Спасибо большое за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Встретимся на даче.